Здравствуйте! Сейчас соберутся ребята, а пока в студии никого нет. Я хотел бы вам напомнить вот о чем. В одной из наших передач мы просили откликнуться тех, кто очень любит петь и кто бы хотел спеть вместе с нами. И вы знаете, они отозвались. С нами пели ансамбль «Капель» из Воронежа, ансамбль «Фрески» из Тбилиси. Между прочим, весь концерт вы сможете посмотреть в августе месяце в программе «Детский музыкальный клуб». А еще нашими гостями были Юлия Началова, детский ансамбль «Первые шаги». А Лену Лукьянову, которая пришла к нам в музыкальный клуб, взял к себе детский рок-театр «Фантазеры». Ну, кто еще спает вместе с нами, а? Сегодня мы продолжаем знакомить вас с творчеством группы «Любе». Кстати, после знакомства с «Любе» фантазеры настолько увлеклись, что теперь они стали просто какими-то маленькими люберятами. Судите сами. ПЕСНЯ 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 Ты агрегат, Дуся, ты, Дуся агрегат, Ты агрегат, Дуся на сто киловатт. Давай, давай, Дуся, эх, Дуся, выжимай, Давай, давай, Дуся, эх, Дуся, прибавляй, эй! А пока мы с вами знакомились с нашими новыми друзьями, в студии уже собрались ребята. А мы, между прочим, любим не только поп-музыку, но поем и русские народные песни. Малинушка, ой да ты не стой, не стой, на горе крутой. Сегодня у нас в клубе не только московские ребята, но и ребята из других городов. У нас получилось целое соревнование. Вы только что слышали русскую песню, а сейчас звучит белорусская. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ Сегодня у нас очень много гостей. И поэтому мы все вместе будем пить чай и вас приглашаем тоже. А еще у нас сегодня праздник. Кристине сегодня исполняется 12 лет. Давайте ее все вместе поздравим. Поздравляем! Поздравляем! Она с нами приехала. И режиссер Людмила Петровна Новик. Мы привезли к вам на передачу в Москву композицию, которая называется «С голосом земли» и включающая в себя обряд поминовения предков деды. То, что вы сейчас увидите, дедов фрагмент, это поэтизировано нами и прошло сквозь наше видение, сквозь наше мироощущение. Но это не значит, что обряд нами придуман или как-то построен на этих ощущениях. Обряд поминания предков проходит два раза в год. Это весной, радуница и осенью, в октябре. Это и есть деды. Деды – это такой праздник, когда наши предки приходят к нам, то есть к себе домой, там, где они жили раньше, а их родственники готовятся к их приходу. Они убирают все вокруг дома, в доме, а вечером садятся за стол, берут рушник и один конец рушника кладут на стол, а второй перебрасывают через окно. На тот конец, который лежит на столе, ставятся пища обрядовая и свеча. И вот у нашей передачи, вы сейчас можете увидеть символ этой дорожки, символ дороги, которая идет через окно, в которую должны прийти предки по этой дороге, по дороге рушников. Эта дорога ведет от кола до лавы. А кола, как известно, это солярный знак солнца. Мы знаем, что без солнца ни жизни, наверное, на земле не будет. И поэтому все живое связано с солнцем, и вот именно кола символизирует знак солнца. И не зря в нашей передаче использована с колом вместе в сочетании, использована дерево, которое также совместно с колом символизирует символ роста. Ну и жизни вообще. И кола это не только, вот, ну, как сам правильно сказала, и солнце, жизнь, а также кола, оно же круглое, что все течет, все изменяется. Кто-то умирает, кто-то родится. И вместе с деревом люди рождаются, люди растут, опять умирают, опять люди рождаются, опять растут. Ничего не изменяется, все идет по колу, все идет по кругу. Дорожка, дорожка, что ж ты широкая? Дорожка, дорожка, что ж ты широкая? Колятые дорожки, три сады стояли, колятые дорожки, три сады стояли. А в первом же саде зязюля кувае А в третьем же саде А в третьем же саде Сын зма тяга орыть А в третьем же саде Сын зма тяга орыть Ой, сынку, мой сынку Дитя дорогое А расскажи мне, сынку Ах, кто ж тебе милый Отеща мне мила Мила для приезду Отеща мне мила Мила для приезду А женка мне мила Мила для приезду А женка мне мила Мила для приезду А милой для приезду А мать мне мила Алек Ray Миле для приезду А мути мне миле Миле для приезду А о каше саду Родила, помирала, ходила к нам, Родила, помирала. С почопочек ножек я на ней унимала, С почопочек ножек я на ней унимала. Весновою ножкой я на ней усынала, Весновою ножкой я на ней усынала. Дорожка, дорожка, Что ж ты широкая? Дорожка, дорожка, Что ж ты широкая? Я. Спасибо большое, ребята. Вы нам показали такой прекрасный обряд, ведь так важно сегодня знать и помнить свои истоки. Теперь мы знакомы с ними, с ансамблем «Гостица» и с удовольствием принимаем ребят в наш клуб. И членом его может стать каждый, кто нас слушает, кто нас смотрит, кто нам пишет. Вот, кстати, пришло письмо на эту передачу от Кочергиной Оли. И Олечка очень переживает. Она пишет, что каждый раз после нашей передачи она отправляет нам письмо с ответами и говорит о том, что мы ни разу не назвали ее фамилию. И Оля пишет, может быть, мои письма не доходят? Нет, Олечка, все письма мы получили и внимательно прочитали. Олечка пишет, вы спрашивали, какие ударные инструменты знаете вы? Это бубен и барабан. И вот Оля нам даже их нарисовала. А наши гости из Талдома привезли нам вот что. Это ударный инструмент. Это трещотки. Я покажу, как на них играют. Они сделаны из дерева. Их сделал один дедушка. Ему 82 года. Он живет в нашем районе. И во всех песях нельзя обойтись без трещоток. А это русский народный инструмент. Деревянные ложки. Ребята, ну только вы не забудете, вы на все письма ответите. Да, обязательно. Ладно, обязательно напишите, потому что наши зрители ждут ответов. Писем очень много, но мы постараемся на все ответить. Анечка, а что у тебя интересно? У меня вот замечательный котенок Фасолька, который к нам пришел из Башкирии от Эльвиры Тукаевой. Покажи, пожалуйста. Ой, какая прелесть. А у тебя? У меня вот целых две кошечки и значок с гаммами. Эти картинки пришли от Ерохина и Юли из города Москвы. Между прочим, ты знаешь, вот этот значок мне напомнил одну вещь. Многие ребята в своих письмах спрашивают, как стать членом нашего клуба. Ну, об этом уже Оля говорила, и я напомню, членом нашего клуба может стать каждый, кто любит музыку и присылает нам письма, рисунки, кто отвечает на наши вопросы. Только знайте, ребята, у нас ведь нет членского билета, и мы даже не знаем, каким он должен быть. Может быть, вы нам пришлюте эскизы членского билета детского музыкального клуба 440 Гц. Хорошо? А у меня есть идея. Можно там, например, сделать такой листочек, например, с нотами какого-нибудь гимна. А, ну тебе, наверное, только может быть не гимн, я не знаю, может быть, наша песня. Ну, не гимн, вот нашего клуба. Но я поняла, почему тебе пришла такая идея. Ноты, февраль. Мы с тобой обязательно поиграем и послушаем эту музыку. В самой первой передаче мы просили писать нам стихи, и очень много стихов ребята нам прислали, интересные стихи о временах года. Но не было такого стихотворения, которое мне хотелось бы прочесть вслух. А вот сегодня такое стихотворение нашлось. По-моему, оно чудесное, и хотя его автору Лобиной в свете всего 9 лет, по-моему, она уже настоящий поэт. Послушайте, согласитесь ли вы со мной. Называется стихотворение «Краски земли». «Красные маки, желтый песок, вспыхнул на ветке зеленый листок, жук фиолетовый греет бока, синие плещет река в берега, оранжевым солнцем согреты леса, а у скворца голубые глаза». По-моему, чудесное стихотворение. Вам понравилось? Да, очень. И заметьте, и цвет, и цвет, правда, она действительно обыграла все цвета. И очень красивая звукопись, правда? И посмотрите, как она пользуется таким поэтическим приемом, как инверсия. Не написала «синяя река плещет в берега», а написала «синяя плещет река в берега». И это уже поэтическая строчка. Света Лобина, большое спасибо. И знаете, я хочу предложить, давайте мы примем Свету в наш клуб, и как только у нас появится членский билет, мы ей его вручим. И обязательно пригласим Свету, она живет в городе Нефтегорске Куйбышевской области, обязательно пригласим Свету в следующий раз к нам в гости. Договорились? Да. Договорились. У меня еще есть одно предложение, что вот Кристину Аюсу, которая живет в Риге, и написала вот эту чудесную пьесу про февраль, я тоже думаю, что нужно, чтобы она была членом нашего города. Хорошо. И ребята пишут, что можно было бы в нашей передаче уделить небольшое время, буквально несколько минут, юморескам, смешным рассказам, песенкам, стишкам. Ты знаешь, что это хорошая идея, потому что, наверное, все мы любим юмор. И я думаю, что в следующей передаче мы обязательно сделаем страничку «Музыканты шутят». Договорились? И, наверное, все мы подумаем, как лучше это сделать. Может быть, и фольклор, и фантазеры. А я приготовлю, я уже знаю, я приготовлю в следующей передаче всем вам сюрприз. Музыкальный веселый сюрприз. Договорились? Ну, аплодисменты еще рано, потому что я же еще его не приготовила. Вот если вам понравится, это мы подождем до июня. А пока сейчас в мае я хочу познакомить всех ребят, которые нас слушают, замечательным композитором. Дело в том, что очень многие письма, которые ребята нам присылают, содержат просьбу чаще встречаться в голубой гостиной, там, где мы собираемся с моими ребятами, с нашими современниками-композиторами. И сегодня в гостях у клуба 440 Герц замечательный советский композитор Тихон Николаевич Хренников. Вы слушаете музыку к спектаклю «Давным-давно» поет Ирина Долженко, концертмейстер Любовь Арфенова. ПЕСНЯ 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 А вот как рождается музыка, музыкальная идея, музыкальный образ? Вот, скажем, давным-давно вам принесли стихи, дали стихи Гладкова, да? Вот как? Трудно это сказать? ПЕСНЯ 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 и который потом постепенно вливается в какой-то определенный мелодический контур. А потом уже эта мелодия, которая рождается, она композиторам приводится в окончательный вид, гармонизуется. Ну, обрастает он, если это с оркестром, обрастает какими-то колористическими вещами. Тихон Николаевич, а Вы не можете сказать, вот какой у Вас инструмент самый любимый музыкально? У тебя как Сережа, да? Сереженька, ты понимаешь, у композитора не бывает такого самого любимого инструмента, потому что композитор пишет для самых разных инструментов, и в данный момент, когда он пишет для какого-то инструмента новое свое сочинение, этот инструмент является его любимым инструментом. Но, поскольку я пианист, и я в консерватории учился и как композитор, и как на фортепиано, как пианист, то, конечно, может быть, самый любимый мой инструмент все-таки фортепиано. Но, а в то же время и все другие инструменты. У меня написано концерты для скрипки, и скрипку я читаю своим любимым инструментом. Из духовых деревянных мне очень нравится кларнет, это инструмент, который может выразить очень много переживаний, состояний, эмоциональных. Ну, во всяком случае, тут очень трудно, чтобы был какой-то один инструмент очень любимый. Но самым всеобъемлющим инструментом, конечно, если говорить об одном инструменте, это, конечно, фортепиано. А если говорить о всех вместе, то это оркестр, в котором все эти инструменты сосредоточены. А вам трудно было писать стихи в молодости? Стихи? Ой, музыку. А, кстати, она спросила, как тебя зовут? Ксения спросила, трудно ли вам было в молодости писать музыку. Но она сначала оговорилась и спросила стихи. А вы стихи никогда не писали? Ну, в детстве кто не пишет стихи? Все пишут стихи, конечно. Я писал тоже. Понимаешь, в чем дело? Дело не в том, что трудно или нетрудно. Но когда я начал заниматься, вот, совсем мальчишкой еще, вот, у меня было 11 лет, как вами, я только начал заниматься, да, на рояле, и я сам этого не понимаю, я потянул сочинять музыку. Я просто сел и начал писать, сочинять музыку. Это были пока такие примитивные сочинения, там, вальсики какие-то, и этюды фортепианные. Но это естественное появилось желание, и меня никто не заставлял, и никто меня не просил сочинять. Так что это было естественной моей потребностью, вот, и сочинять музыку. Потому что я не могу сказать, трудно ли это или нетрудно. Мне хотелось, я делал. Вы больше любите писать грустную или веселую музыку? Понимаешь, в чем дело? Вообще, понимаешь, надо писать и ту, и другую музыку, потому что нельзя писать только веселую музыку. Или нельзя писать только грустную музыку. Потому что все хорошее, оно познается в контрастах. Вот ты пишешь, у тебя, ну, переживания какие-то очень грустные, лирические. Ну, потом они так же, как и в жизни. Потом они сменяются какими-то бурными, энергичными какими-то переживаниями. То же самое и в искусстве, так же и в музыке, в любом искусстве. А, ну, вообще, я люблю писать жизнеутверждающую музыку. Ну, а в жизни есть все. А вот такие разные эти три песни, давным-давно, и песня «Колепелец» Ежилблан Ричетвертый, и «Колыбельная Светлана». А из этих трех какая вам больше всего, дорогая? Для меня лично «Колыбельная Светлана», может, она из всех этих песен гораздо более дорогая. Потому что вот в ней есть вот то, что было как-то в то время для меня очень дорого. А в то же время у меня была еще маленькая дочка тогда. Моя маленькая дочка Наташа. Которая потом выросла и стала театральной художницей. Да, стала театральной художницей. Она была маленькая, ей было тогда всего там годик-полтора. Ну, и это для меня было особенно, вот, сочинить колыбельную песню для своей дочки. Она была тогда как-то очень музыкальная девочка, очень такая лиричная по своей природе, по своему поведению. И мне это казалось очень подходящей и для нее. Так что тут, видите, были связаны... Так что «Колыбельная Светлана» на самом деле – это «Колыбельная Наташа». Ну, тогда давайте попросим Ирину Долженко и Любовь Арфенова, чтобы они спели эту «Колыбельную» и нам, и всем слушателям, всем Светланам, Наташам, Иринам, Татьянам, которые уже выросли, может быть, еще маленькие, такие же, как была тогда ваша Наташенька. «Колыбельная Светлана» 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 чтобы он стал интересным и хотелось бы чтобы в этом фестивале и это наша одна из основных мыслей были представлены те жанры которые не будут на конкурсе чайковского у нас представлен как вы знаете взрослый конкурс чайковского проходит по четырем дисциплинам ну-ка какие дисциплины если кто знает фортепиано правильно и сольное пение правильно молодцы вот но поскольку вы понимаете что дети в сольном пение еще пока не могут достичь в их сон значит мы его естественно правильно но он это еще будет все в будущем все в будущем будет а сейчас мы вот это сольное пение как бы заменяем детским хоровым пением и также в этом фестивале будут представлены и по всей вероятности и танцевальное искусство детское то есть и жанры которые не охвачены юношеским конкурсом чайковского вот это вот основная наша идея показать те коллективы которые интересны которые нетрадиционные пожалуйста принимайте участие в нашем фестивале мы никому не отказываем то есть милости просим ассоциации международного конкурса имени чайковского ждет предложений москва улице герцена 14 дробь 2 подать андрюш оля а где саша саша сейчас далеко а где он саша вместе со своим театром сейчас в швейцарии ой как просто на телевидении попасть в швейцарии на телевидении то просто на самом деле ребята из музыкального театра юного актера так много репетировали так много занимались и тогда только их пригласили в швейцарию город цюрих а кто их пригласил в цюрих мы приехали по приглашению наших больших друзей киндер и юген театр розмари медзентин детского и юношеского театра розмари медзентин вот сидит рядом со мной это наши такие добрые друзья какие у вас впечатления кто хочет рассказать хорошие впечатления все люди очень добры к нам улыбаются как-то на улицах очень рады везде так очень рады нам тем более мы здесь уже второй год и поэтому со многими мы уже познакомились и тут второй раз и очень много тут друзей мы живем по всем очень рады очень весело находим общий язык несмотря на то что у нас разные языки и мы не все знаем язык а как же вы разговариваете ну как жестами словари кто знает немножко английского кто французский мы стараемся учить немецкий язык они стараются учить русский язык и так мы договариваемся понемножку а ты знаешь какие-нибудь русские слова скажи сейчас начнется спектакль и вот сейчас ребята говорили что они учат русские слова я знаю одно слово немецкое слово которое я хочу сейчас сказать но она будет звучать на швейцарском диалекте я хочу сказать данка спасибо на этих гастроликах все было по-настоящему даже программки продавали файе спектакли маугли очень важен грим и над ним пришлось ребятам поработать как следует а а а а ПЕСНЯ 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 На поклон выходила вся трупа и композитор Игорь Ткодомцев. ПЕСНЯ Ну а сейчас? А сейчас, наверное, слово Андреев. Любая! Любая-любая-любая-любая-любая! Я абсолютно уверен в том, что многие из вас, так же, как и мы, очень любят группу Любая. Ва! Но, между прочим, обычно у группы есть руководитель, а вот у Любая не просто руководитель, а продюсер Игорь Матвиенко, который не только написал все песни, но и как бы сочинил саму группу. О-о-о! И сейчас мы с ним познакомимся. И это будет особенно интересно тем, кто только начинает свой путь в поп-музыке. Ведь это же чрезвычайно интересно. Как же получаются такие популярные группы? О-о-о! Любая два года. Два года назад мы записали наш альбом с Николаем Расторгуевым. И, знаете, вот работа с Любе, это, знаете, было примерно как написание музыки к спектаклю, музыкальный спектакль, где главной ролью был Николай Расторгуев. И после того, как была написана вся музыка, мы уже начали думать, какой же может быть имидж у группы. Имидж — это вот именно то, во что они одеты, что они говорят вообще, как они ведут себя на сцене. И совместными усилиями придумали вот то, что сейчас есть. Для вас поет группа Любе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ По дороге-то по концевой, я шагаю в этот час ночной. А на встречу мне поток машин, мотоцикл скрежет шин. Я иду, а мне шестнадцать лет, впереди стоит кархоз «Рассвет». За кархозом город мой родной, я герой, он герой. Я буду жить теперь по-новому, мы будем жить теперь по-новому. Алю, ляу, ляу, любе, ляу, любе,ے Ляу, любезы мои Я буду жить теперь по-новому Мы будем жить теперь по-новому Алю, ляу, 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 любе, ляу, 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 л�д 애まで На зарядку раную я стою, За разрядку голову сниму Закаряю свой организм, Берегись, капитализм Ускоряется в 16 лет, ускоряется какой-то рассвет, ускоряется моя страна, вот такие прав дела. Я буду жить теперь по-новому, мы будем жить теперь по-новому, а любы-любы-любы, а любы-любы-любы, а любы-любы-любы, а любы-любецы мои. Я буду жить теперь по-новому, мы будем жить теперь по-новому, а любы-любы-любы, а любы-любы-любы, а любы-любецы мои. Я буду жить теперь по-новому, мы будем жить теперь по-новому, а любы-любы-любы, а любы-любецы мои. Я буду жить теперь по-новому Мы будем жить теперь по-новому А любви, любви, любви А любви, любви, любви А любви любятцы мои Я буду жить теперь по-новому Мы будем жить теперь по-новому А любви, любви, любви А любви, любви, любви А любви любятцы мои Любви, 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 любви Мы прощаемся с вами, ребята, и сегодня у нас к вам только одна просьба. Нам просто необходим эскиз членского билета нашего клуба. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok